Сегодня мы продолжим разговор о том, как сделать батарейку для велосипеда из старых лаптоповских аккумуляторов. Напомню, что в прошлом видео мы разобрали несколько аккумуляторов от лаптопов, распотрошили их, и я не хотел тратить время на измерение их ёмкости каждого элемента. И решил ограничиться только измерением напряжения. Те, которые были меньше 1,8, я выбрасывал в мусор, и те, которые были больше 2,8, я считал нормальными. Но в комментариях все как один выразили своё недовольство по поводу такого подхода, поэтому на местном eBay купил вот такую вот зарядку на 4 элемента, и пока суть до дела, прогнал через неё все элементы, которые у меня были. Но каких-то необычных чудес не произошло. Все элементы, которые были меньше 1,8 при выковыривании их из лаптоповских аккумуляторов, не показали себя с лучшей стороны, либо у них ёмкость небольшая, либо они быстро стали терять свой заряд из-за низкого сопротивления. На 4 элемента, на полный цикл, зарядить, разрядить, померить и зарядить, уходит порядка 11-12 часов, то есть 4 батарейки оставляю днём, прихожу с работы, меняю и на ночь оставляю другие 4 батарейки. Кроме того, чтобы не оставлять их без присмотра, я решил не заряжать их от обычной сети, а стал заряжать от моей солнечной электростанции, про которую я вам уже много раз рассказывал. После зарядки каждый элемент вытаскиваю, подписываем на нём измеренную ёмкость и откладываем на долгое хранение. А за это время по почте с Алиэкспресса пришла, во-первых, коробка для батарейки, сейчас мы про неё поговорим, пришла никелевая полоска для спайки батареек между собой и вот такой набор рубашек для батареек. Кроме того, пришли два куска провода по метру красного-чёрного с очень толстым сечением и просто провод хорошего сечения, МОГ-16, для того, чтобы паять внутри батарейки. Ну вот, прошло полтора месяца с тех пор, как я начал заряжать первый аккумулятор. Сейчас мы всем им замеряем напряжение. Те элементы, которые упали ниже, чем 4,15 В, я отбракую, но выбрасывать их не буду. Ну вот, это вышли элементы, которые хорошо держат напряжение. А здесь отбракованы элементы, у которых напряжение упало ниже, чем 4,15 В. Мы их куда-нибудь применим, но не для велосипеда, а в каких-нибудь радиоустройствах. Для этого я купил вот таких вот держателей для них. Чё-нибудь смастерим. Теперь у каждого элемента нужно почистить плюс и минус, чтобы лучше паялось. И у тех элементов, у которых рубашка отпорчена, поменяем её. Для этого прошлую рубашку легонько ножиком надрежем, снимаем рубашку. Главное не повредить надпись, нам нужно её перенести будет. И не потерять вот эту бумажку, она закрывает контакты. Если потеряете его, потом очень трудно такое найти где-то. Одеваем новую рубашку, оставляем одинаковые расстояния сверху и снизу. И феном аккуратненько её прижариваем. Ну вот как новая. Теперь нужно не забыть перенести надпись на новую рубашку. Кроме того, я перепишу начальное напряжение, которое было на этом аккумуляторе. И на всякий случай напишу модель. Это NCR. Ну теперь мы знаем, откуда на Алиэкспресс появляются дешёвые новые аккумуляторы. Ну давайте посмотрим, что за коробка для батареек. Ну отлично, с ней идут крепления для батареек. Четыре у нас будут в параллель и десять последовательно. То есть получается у нас 12, 24, 36 и ещё 4 штуки. Есть такой индикатор, микросхема есть. То есть не просто лампочки, а уже должен индицировать правильно напряжение. И разъём. В принципе и всё с этой стороны. Хотя обратите внимание, что водозащиты никакой особенной нет. Просто закручено и всё. Никаких ни прокладок резиновых, ничего. То есть под водой ездить на велике не стоит. Но здесь только контакты. То есть сюда можно поместить контроллер. Можно какую-то часть проводов сюда запихать. Есть дырка для провода. То есть контроллер можно спрятать. Есть ключ, но он только механический. Электрического разъёма на нём нет. То есть ключ только механический. Закрыл, чтобы не спёрли. Открыл, достал батарею. Но просто так группы по 4 штуки мы формировать не можем. Поэтому займёмся компьютерной работой. Чтобы правильно сформировать группу по 4 штуки, нам нужно данные каждой батарейки записать в компьютер. А потом с помощью специального лэп-сайта мы рассчитаем эти группы, чтобы у каждой группы была одинаковая ёмкость. Это, кстати, самая большая ёмкость. 3.0.0.1. Ну вот у нас получился 61 элемент. Поэтому сейчас в компьютере мы выставим их по ранжиру. 21 элемент, у которых ёмкость меньше всего, останутся у нас на следующую батарейку. Или на какой-нибудь следующий проект. Ну давайте теперь зайдём на веб-сайт. Сначала скопируем все значения ёмкости из таблички вот сюда на сайт. Нажимаем кнопку. Последовательно у нас 10 групп. В параллель 4 штуки. И нажимаем рассчитать. Ну вот получилось 10 групп по 4 штуки в каждом. Как раз что нам нужно. И теперь собираем их. Начинается самая сложная задача по изготовлению батарейки. Нужно из 60 штук найти ту, которая нам сейчас нужна. Чтобы облегчить задачу, разместим их на группы. По начальным цифрам. 26, 27, 24. Интересно, что расчёты показывают, что у нас будет батарейка 36 вольт. 10.3 ампер часа. А теперь формируем группы. 28.00, 27.68. 24, 46. 23, 59. Заклею их изолентой. Чтоб не распадались. Группа готова. Ну вот, получилось у нас 10 групп. По 4 штуки. С почти одинаковой ёмкостью. Теперь самое интересное. Нужно их спаять. Но по понятным причинам почта из Китая сейчас ходит очень медленно. Балансировщик или БМС. Где-то уже на подходе. Но вот две недели всё стоит на месте трекинг. Но самое главное, купил я специальный флюс для пайки этих аккумуляторов. Трекинг показывает, что он всё ещё в Китае уже почти два месяца. Естественно, мне очень хочется быстрее дособирать и испытать эту батарейку. Ну и как вы понимаете, какой-то дальней поездкой испытать её сейчас практически невозможно. А этот ролик у меня уже лежит практически свёрстанный почти месяц. И никак не могу его закончить. Поэтому это видео будет без пайки и без тестирования, к сожалению. Но мы ещё пару минут остановимся на полимерных батареях. Интересно, что в ноутбуковских батарейках, кроме обычных элементов, обнаружились ещё несколько литий-полимерных. Но связываться с ними для велосипеда я не хочу. Во-первых, обычные наши привычные 18650 элементы. Круглые, стандартного размера. Литий-полимерные же, как видите, все разных размеров. То есть, комбономать их в единую батарею будет сложно. Прогнал я их все через то же самое зарядное устройство. Замерил ихнюю ёмкость. И не увидел огромной разницы. То есть, если видите, здесь подписано у меня 3000. То в таком бэушном 2600. То есть, какой-то огромной разницы в ёмкости нету. По весу тоже разницы большой нету. Но самое главное, что они довольно-таки гнутся. И когда вот такой один эпловский я выдирал из батареи. Он тут очень хорошо приклеен. То он погнулся, закоротел внутри и взорвался в руках. Еле успел выкинуть его на улицу. Поэтому поигрался я с ними и понял, что пока что на данный момент не буду связываться с литий-полимерными. Но поскольку вот таких вот 8 одинаковых я нашел элементов. Я собрал их 4 параллельно и 2 последовательно. Получилась вот такая батарейка на 7,5 вольт. А на сегодня это всё. Как только придет флюс и БМС, сразу доделаю батарейку, отсниму. И как только появится первая возможность, так сразу испытаю её дальним путешествием. А на этом у меня всё. Увидимся в следующий раз. Пока.